Вернемся к тому слову, которое было сказано немножко на Кристос, то есть Евреям 7, 9, 10. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. То есть вернусь немножко, чтобы было чуть-чуть понятно, еще он вообще не родился, еще и не появился на свет, еще не было в плане у нас, но у Бога он был в плане. И уже тогда в Аврааме Левий поклонился. Я хочу вам сказать, что в Великой Тайме записано вот именно Духовный Закон. Может быть некоторые вообще не придавали этому значения, может некоторые не обращали внимания, не понимали, что происходит. Но разве только Авраама это касается? Неужели речь идет только об Аврааме? Что только в Аврааме такое могло произойти? Или это касается всех нас? Это и к нам? Все, что записано в Библии, оно же и к нам? Не так ли? Разве мы не были в чреслах нашего Небесного Отца когда-то? Я думаю, были? В чреслах нашего Великого Бога Отца? И мы это видим из Писаний. Когда-то мы были в книге жизни у Агнца, записаны, еще не родившись. Я больше вам скажу, мы были уже избраны, еще не родившись. Где? В Иисусе Христе, в чреслах Отца еще. И при сотворении мира. Вы понимаете, мы были в Нем. Мы были избраны, записаны в книгу жизни. Я хочу, чтобы вы услышали, это великая тайна, которую Бог нам открыл. Она здесь, она в Писании. То есть, еще до начала мира. Мы были предназначены с вами для спасения. Мы были предназначены не к осуждению. Мы были предназначены не к осуждению. А к славе Божьей. Но если смотреть на этот духовный закон. Но если смотреть на этот духовный закон. То есть и зеркальное отражение. То есть, некоторые были. Еще от начала мира. В каком-то другом отце. И предназначены к осуждению. И когда никогда не были в книгу жизни Агнца вписаны. Еще до того, как мир состоялся. Они были в чреслах своего отца. И уже там они ненавидели. Уже там они противились. Это говорит Библия. Это говорит Писание. Вы понимаете, как интересно. Вот посмотрите. Как сказал сам Иисус. Мы с вами зачитаем сейчас интересные места. Иоанна 8, 41-45. Вы делаете дела Отца Вашего. Иисус конкретно сказал. Вы делаете дела Отца Вашего. Но это сказали Ему. Мы не от любодеяния рождены одного Отца и имеем Бога. Они определили, что они имеют Отца одного Бога. Но Иисус сказал. Мы не родились от форникания. Мы имеем один Отца. Они определили, что их Отца является Богом. Но Иисус сказал им. Если бы Бог был Отцом Вашим. То вы любили бы Меня. Потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел. Но Он послал Меня. Еще интересное вот это слово. Почему вы не понимаете речи Моей? Не понимаете. Иисус говорит, они не понимают. А почему вы не понимаете? Потому что не можете слышать Слово Моего. Хорошее определение. Не можете слышать Слово Моего. А причина? Ваш Отец Дьявол. Дьявол не может слышать Слово Бога. И вы хотите исполнять похоти Отца Вашего. Он был человек-убийцей от начала. И не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит Он ложь, говорит свое. Ибо Он лжец и Отец лжи. А как я истину говорю, то не верите Мне. Не могут распознать истину. Уже верят. А истину не могут слышать. И истине не могут верить. Они не способны. Слышать истину не способны. Верить истине не способны. Принимать истину не способны. Хоть сколько говорите Хоть как говорите Хоть сам Иисус будет им говорить в уши А теперь вот важное слово Можно сказать, что оно ключевое Иисус сказал Иоанна 8.38 Послушайте Мы это много раз читали, но услышьте Иисус говорит Я говорю то, что видел У Отца Моего Я говорю то, что видел У Отца Моего А вы делаете То, что видели У Отца Вашего Когда они видели Иисус не сказал Сейчас видите Вот сейчас увидели Но Он что сказал Видели Иисус просто так что-то говорит Можно Иисусу не доверять Но это Он так сказал Для красивого словца Нет Всегда говорит с таким глубоким смыслом Что иногда не улавливаем Мы по поверхности скользим А Иисус сказал В прошлом Видели Что делал Отец Ваш Вы видели Это самое ключевое слово Когда Бог говорил с Иовом Я вернусь к этим словам Они очень интересны Он сказал Иову тоже Такие слова Которые меня просто Ну все время Колышат Что во время того Когда Бог все создавал Еще небесное даже Не землю Даже еще небесное И когда Он создавал землю Мы были В нем Мы были в нем Он описывает Как Он творил И задает Иову вопрос Ну где ты был тогда Что за глупый вопрос Конечно меня еще не было Конечно я не существовал Может Иов так думал Но ничего подобного Бог очень интересную вещь говорит Он говорил Что когда я все создавал Где ты был Ты все видел Ну когда Он это все создавал Где были дети погибели Тоже видели Это уже элементарно Если смотреть по Библии Эти ликовали Восклицали От радости написано А что делали те Вместе с дьяволом Радулись Злились Все что Бог делает В них вызывало зависть Злобу Давайте почитаем Как Бог разговаривал с Иовом Иов 38 Моя любимая глава 4-7 Конечно всю главу Не прочитаю Но немножко Где был ты Когда я полагал Основание земли Скажи Если знаешь Кто положил меру ей Если знаешь Или кто протягивал По ней верфь На чем утверждены Основания ее Или кто положил Краеугольный камень При общем Ликовании Утренних звезд Когда все Сыны Божьи Восклицали От радости Где ты был Где вы были Если читать дальше То он сам же И отвечает Я хочу сказать Что эти слова Меняют представление Вообще о человечестве Восемнадцать двадцать один Он там описывает Долго Обозрел ли ты Широту земли Объясни Если все это знаешь Где путь К жилищу света Где место тьмы Конечно Иов мог сказать Ну ты что Я откуда могу Это все знать А Бог сам и отвечает Ты конечно Доходил до границы Ее И знаешь Сези к дому ее Ты знаешь это Потому что ты был Уже тогда Рожден Один Иов На все И число дней Твоих очень велико Ты был тогда Уже рожден И число дней Твоих очень велико Я могу сказать Каждому из вас Эти слова Это каждого из вас Касается Только вот В ком Давайте определимся Где были мы тогда Вот Иуда Не тот Который предал Христа А апостол Иуда Говорит Ибо вкрались Некоторые люди Издревле Предназначенные К сему осуждение А мы думали Только что Предназначенные К осуждению Вот этот поступок Оказывается нет Издревле Предназначенные К сему осуждение Нечестивые Обращающие Благодать Бога Нашего В повод К распутству И отвергающиеся Единого Владыки Бога И Господа Нашего Иисуса И про них Надо сказать Число дней Очень велико И где они были В чреслах Какого отца Своего отца Про которого Сказал Иисус Что вы видели Но только дела Отца вашего Понимаете Видели ненависть Видели злобу Видели ложь Видели И теперь только Творят Еще в утробе Отца своего Они ненавидели Все что совершал Бог Они издревле Нечестивые Издревле Не имеют Ни чести Ни благородства Нечего от них ждать Бесчинствуют А мы В чреслах Отца нашего Радовались Радовались Всему тому Что Бог творит Мы радовались Всему что Бог Совершает Мы любили Уже там В чреслах Отца Любили дела Бога Любили правду Понимаете И Бог избрал нас В Иисусе Христе Прежде создания Мира Пока Он Еще не родился В Откровении 17.8 Там говорится О том Что мы все Ожидаем Что однажды Придут Будут ставить Печати Но говорится Что не поставят Печати Только те Которые Издревле Хочется сказать Были К этому Приготовлены Имена Которых Не вписаны В книгу Жизни От начала Я не перестаю Слышать От разных Пастыров В разных Церквях Когда слушаю Говорят О крещении И говорят Вот Сейчас Твое имя Вписано В книгу Жизни Ну тогда надо Перечеркнуть Слово Божие Это неправда Тогда Вот сейчас Он будет Вписано А как же Тогда Написано Что вписано В книгу Жизни От начала Мира И уже Не вписаны Туда Мы сейчас Не вписываемся Мы только можем Утверждать Подтверждать То что Мы вписаны И можем Вычеркнуть Из книги Жизни Но не Вписываться Это все Было От Начала От Начала Мира Это Написано В Писании Откровение 17.8 Ефесянам 1.4.5 Так как Он избрал Нас В Нем Прежде Создания Мира Когда Избрал Нас Бог Сейчас Может быть Когда Вы жили В Советском Союзе Может Когда Вы только Родились Может В утробе Мамы Написано Он избрал Нас В Нем Прежде Создания Мира Это Мои Фантазии Некоторые Вы так Говорили Нет Это Писание Это Священное Писание Он Избрал Нас Прежде Создания Мира В Иисусе Христе В Через Слах Нашего Господа А где Был Господь В Через Слах Отца Так что Где Мы Были С В Через Слах Отца Он Он Избрал Нас Чтобы Мы Были Свят И Непорочны Пред Ним В Любви Предопределив Усыновить Нас Себе Через Иисуса Христа По Благоволению Воли Своей Это Наш Предопределение Через Эту Жизнь Пройти И Стать Сынами Бога Живого Итак Хочу Вас Уверить Божье Избрание Не Зависит От Нас Все Меня Услышали Хорошо Услышьте Каждый Из Божье Избрание Не Зависит От Нас Бог Избрал Нас Еще В Иисусе Кресте Еще До того Как Создал Этот Мир Мы Все Были Избраны Что Тогда Зависит От Нас Избрать Его От Нас Зависит Откликнуться От Нас Зависит Избрать Его И Прийти На Его Призыв Можешь Прийти Можете Не Прийти Вы Личности Бог Избрал Определил Посылал С Надеждой А Вы Как Написал Как Иисус Сказал Притч Он Жене Просто Так Сказал Когда Он Приглашал На Брачный Пир И Собирал Своих Кого Знал Кто Были Приглашены Его Родные Но Сколько Отказались По Разным Причинам Мирским Причинам Не Захотели Прийти Не Захотели Прийти Не Захотели Прийти Кто Приглашал Кто Избрал Господь Избирает Господь Избирает А мы Должны Принять Это Избрание Прежде Создания Мира Как и говорится Эфесянам 2.9.10 Не От дел Чтобы Никто Не Хвалился Некоторые Задают Такой Вопрос А Почему Господь Вас Избрал Или Его Избрал На Это Случение Почему God Choose You Or Him Or Her For This Service Or Ministry And People Think Maybe Because I'm Good Because I'm Kind Because I have Lots Of Love No Not For Any Reason God Chose It There Not Of Your Works For You Not To Boast God Chose You And He Knows Why Just Respond Respond To His Calling Not Of Works Not Of Works Lest Anyone Should Boast For Where His Workmanship Creating Christ Jesus For Good Works Who Can Say To The Potter Make This Pot To Put Here And This Pot I'll Wash My Feet What This I Prod I Prod Prod To Cush It To Stire The Potter Creates Things And Decides Where He Want To Use To Wash Your Feet To Sell Or To Do Other Things And The Pot Can Say Why You Washing Your Clothing In Me He Decided The Claiming Be The Same But Design Is Different He's The Potter God Created Created In Jesus Christ For Good Works All That God Expects From Us Is Good Works Which God Prepared Beforehand That We Should Walk In Them What Does Mean That God Is Prepared Everyone Has Destiny From God For Good Works To Do Them Don't Do The Works Of The Children Of Them Do Not Be Like Them With Them It's Quite Obvious But Why Should We Do Their Works Do Like Them You Are Predestined To Fulfill The Things You've Been Sent With You've Been Sent With You're Keep on Saying This You've Been Sent Romans 9 Verses 11 To 13 Says So Many Scriptures Speak About The Same Speaks About Two Children Twins Were Born With Rebecca For The Children Not Yet Been Born Not Having Done Any Good Or Evil That The Purpose Of God According To Election Might Stand Not Of Works But Of Him Who Calls Not Of Works Lest Anyone Boast And The Other Thing Who Am I What Can I I'm Probably No One Nothing God Doesn't Have Such Concept Because Everyone Was In Christ In Him There Is No Nothing ness If You're God Creation God You Can Not Be Nothing Even If You Fallen Have Sin God Will Lift You Back Up If You In Christ If You Choose Him That The Purpose Of God According To Election Might Stand Not Of Works But Of Him Who Calls It Was Said To Her The Older Shall Serve The Younger That's How God Defined It It Is Written Jacob I Have Loved And Esau I Hated From The Same Womb Jacob I Have Loved And Esau I Hated Yes The Womb Is The Same But It Can Be Different From Different Loins From Different Fathers This Can Happen I Don't Know The Reason Just Trust In The Lord Psalm 139 16 David writes Your Eyes So My Substance In Your Book They Are Written Today's Fashion For Me When As Yet There Are None Of Them How Can You Receive From God When When See Let Your Will Be Done Why For The Chosen For Those For Those Who Live According To His Purpose Everything Works For Their Good Everything For When When It Crushes You Burns The Clay In Their Furnace When He's Watering It All Working For Good You See For Those Who Trust For Those Who Trust In His Hands For Whom He's The Lord For Those Who Chose Him To Be Their Lord You Are Chosen There's No Doubt Before The Foundation Of The World Before Creation You Were Chosen What Are You Choosing This World Choosing The Works Of The Lies Slander Judgments Revolts Devil's Have You Seen But If You Haven't Seen Why Do You Receive Deny Accept Works Of God Because You Children Of God Before The Creation Of The World In Him The Choosing Is Not From Us But We Choose We Respond To The Calling Of The Lord For The Whole Year I've I'm not Speaking About The Whole Life Of The Church For This Year How Much He's been Calling You Tell me Otherwise Who He Is Not Everyone Who He Who 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 Responds The Calling Is Coming From Here Forever Who Stands Here The Calling Has Been He God Is Calling You To Come To Come To Prepare For This Time The Days Are Recorded One After The Being Fulfilled Those Who Can Hear So We Choose Мы избираем На земле А Бог Нас Избрал На небе Мы Определяем Как мы Будем Жить Самостоятельно Здесь На земле Что мы Будем делать А у Бога Есть Определение На небе Как По-вашему Что Мудрее Наша Или Божья Ну Как Много Человек Хочет Своего Я Так Понимаю Я Так Читаю Человек Что Твое Хочу И Понимаю По сравнению С тем Что Божье На небе О тебе Написано Каждый День О тебе Написано И Он Совершен Там Совершенный План Просто Доверься Просто Отрекись Себя Вот оно В чем Даня Отрекись Себя Как Отрекись Себе Доверься Богу Хочу Еще Одно Что Вам Сказать Тоже Для Меня Очень Интересно Замечательное Почему Бог Поставил Над Всем Творением Человека Владычествовал Помните Он Сказал Когда Все Сотворил Сказал И Владычествуйте Там Над рыбами Над морскими Над птицами Над всем Фактически Он Нас Сделал Владыками Земли Почему Как По вашему Да потому Что Когда Иисус Создавал Все Где Мы Были Мы Были В Нем Он Все Создавал Им Все Создавалось Для Его Все Создавалось А где Мы Были В Нем Мы Вместе С Не Не Своими Ругами Но Как Сказано По Закону Поклонился Абрам А Левий В Нем Иисус Создавал Все А Мы В Нем Мы Были Владыки В Нем Понимаете Мы Уже Были Не Своими Руками Но Божьей По Тому Закону Который Открыт Нам В Писании Были Творцами Вместе С Ним Творящими Мы Которые Творец 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 Мы В Нем Были Творцами Крады Крады Но Я скажу Вам Когда Иисус Распят Что Сказано Еще До Сотворения Посмотрите Сказано Заклон От Создания Мира Он Был От Создания Мира Уже Заклон Богом А Мы В Это В Мы Были Заклон От Создания Мира Сейчас Господь Нас Призывает Отвлеките Себя Заклон Нас Денай Yourself Crucify Yourself With Jesus Christ Your Flesh With Lustry Desire Is Crucified Why He Calls Us Into The State We Were In Him Already Do Not Step Out Of Him We Were In Him In Jesus Christ С Very Interesting Knowing That You Were Not Redeemed With Corruptible Things Like Silver Or Gold From Your Aimless Conduct Received By Tradition From Your Fathers But With The Precious Blood Of Christ As Of The Lamb Without Blemish And Without Spot He Indeed Was Foreordained Before The Foundation Of The World But Was Manifest In These Last Times For You We Can Say The Same Thing About Us We Were Foreordained Before The Foundation Of The World In Him Each One Of In Our Time Each One In Your Time To Fulfill The Destiny From The Father Have You Realized Something In Him And Through Him Will Be Adopted And All This Already Exists In The Father We Are Recording The Book Of Life We Have Been Predestined Hold on To What You Have So No One Can Steal Your Crown Hold On To What You Have God And Otec Господа нашего Иисуса Христа Благословивший Нас Во Христе Всяким Духовным Благословением В Небесах God The Father Of Our Lord Jesus Christ Who Have Blessed Us With Every Spiritual Blessing In Heavenly Places In Christ Он избрал Нас В Нем Прежде Создания Мира Я хочу Вам Это Подписать Но Это Было Предопределил Предузнал Предугадал Почему Пред Если Все Уже Там Совершилось Потому Что Мы Личности И Все Таки Проживем Жизнь Как Мы Хоть Кто Кто Иисусе Сказано Пошел Как О Нем Написан Прожил Так Как О Нем Написан А Кто Сам Себе Писал И Потом Жалел Живите Так Как О Вас Написано В Кониге У Отца Ищите Его Воли Ничего Не делайте Как Вы Хотите По Своим Похотям И Прихотям Живите Как Он Определил Он Да Будет Воля Твоя Научитесь Так Жить Не Ищите Своего Ищите Того Что Божье Для Вас Вы К Этому Призваны Чтобы Состояться Он Предопределил Он Предузнал Предугадал Он Предузнал И Предузнал Вы От вас Зависит От вас Как Вы Себя Будете Вести Он Предопределил Усыновить Нас Через Иисуса Христа Но Как Мы Проживем Как Сказано Эфесянам 3 1 3 11 В нем Мы И Сделались В нем Мы И Сделались Мы Должны Сделаться Наследниками А Бы Предназначен К тому По Определению Совершенного Все По Изволению Воли Своей Своей Так что От нас От нас Мои Дорогие Состоимся Не Состоимся Состоимся Он Все Совершил Мы В В В В В В В В Все Совершили В Нем Но Вы И Можете Выйти Из Него А Можете Оставаться В Нем Не Только Во Христе Вы Состоявшеся Личности Те Которые Вышли Из Христа Могут Оказаться И Вычеркнутыми Из Книги Шристи О Лам А В Писаться Уже Не В Никогда. Потому что это там происходило. Потому что это там происходило. Поэтому есть хорошее предупреждение. По-моему, в Филадельфии. Держи что имеешь. Дабы никто не восхитил. Вы думаете, венец это только вот здесь стоять? Вы все имеете свой венец. Держи свой венец. Потому что хочет кое-кто его похитить. И вы можете собственными руками свое помазание отдать. Из-за чего капризы. Потому что его похоть. Желание плоти. Десire of your flesh. И the flesh is revolting. Unless it's on the cross. Мои хорошие. Бог еще раз говорит к вам. И такие тайны говорит к вам. И такое богатство в вас вкладывает. Что написано. Что когда не знали, можно было бы как-то оправдаться. Но теперь нет у вас никакого оправдания. Вы столько знаете. И если так не будете поступать. Что скажете потом? Не слышали неправда? Не учили неправда? Не говорили неправда? Не знали неправда? Не хотели. Не хотели.